Так, ну что, приветствуем с каналом Spirit of Guns. Сегодня, ребята, я бы хотел сделать небольшой обзор на свой подарок, который я себе сделал на Новый год. В общем, вот такая вот сумка от 5.11. Как позвали ее в группе БАУ. В общем, я так понимаю, что это будет первый обзор на русскоязычном ютубе на эту сумку. Ну что, давайте посмотрим, что за она и какие мои ожидания были от этой покупки. В общем, по размеру на фото и на видео немножко как будто бы врут. И кажется, что сумка должна прийти меньше. И на самом деле она пришла гораздо шире, чем я этого ожидал. Но при этом я потом вспомнил, что мне нужно тягать иногда разгрузочный ремень, и он идеально туда залазит. Ну что, давайте посмотрим, что внутри. Я уже, в принципе, запихнул все оборудование, которое я хочу с собой тягать в тир в нее. И давайте посмотрим. Бам-бам! Так. Что же это за сумка? Короче, если взять ремень, он очень широкий, в принципе, удобный. Крепление идет непосредственно за корпус сумки. В отличие, допустим, вот от этого соединения, видите, оно крепится, иначально будет вся нагрузка на молнии с одной стороны. Но я думаю, что это все рассчитано. В общем, есть у нее в основном отсеки, четыре отсека. Они могут регулироваться. И, допустим, если вам надо, где-то вот это, боковые не регулируются. В то время как вот эта центральная перемычка, она может регулироваться. На липучках идет в какую-то сторону подвинуть. Также есть вот такой отсек под магазины. Единственное, что мне не понравилось, магазины, скорее всего, рассчитаны под арку. Арочные магазины. Наш магазин, зубом, он вот так вот его и не поносишь, он как бы цепляется. Неудобно его запихивать. Он упирается в эту резинку, только если вверх на ане. Здесь их получается шесть отсеков под магазины и еще под что-то. Допустим, под, скорее всего, под магазины, под пистолет. Вот. С этим отсеком здесь еще есть вот такие прошитые шлейки. Все сделано добротно. Это на резинках все. Если что-то закрепить, переходим в боковую отсеку. В боковом отсеке также есть резинки, что-то запихнуть. Я, допустим, ношу здесь очки. Буду носить очки, нож, штанги для замеров, ломастер, ключи, степлер. Идеально сюда заходят. Есть еще под какую-то мелочевку подключение. В общем, неплохо. Вот эти вот молнии мне не нравятся, когда они издают вот такой вот звук. Но посмотрим, что будет дальше. На основном отсеке есть на молниях соединение замок. Под замок можно закрыть основной отсек на ключ. На замок. Переходим сюда. Сюда, сюда. Здесь у нас также есть два дополнительных отсека. Скорее всего, будут использованы как патрики. В общем, они абсолютно одинаковые. И, в принципе, так вот сделаны. Везде идут двойные молнии. Здесь, что мне нравится на этих молниях, они идут с защитой. Ну, или скорее, это, наверное, более правильно, они пришиты задом наперед. Что мне нравится, когда так сделано, что вы не царапаете молнией, допустим. Если на барсетках так делают, не царапается руль на машине. Вот здесь, конечно, принцип такой же самый. Развернули молнию, задом наперед, чтобы не царапать. С этой стороны у нас есть под молнии крепление. Можно повесить какую-то дополнительную сумку, если надо. В общем, или же, допустим, под термос. В общем, вот такая вот оружейная сумочка. от 5.11, ремень широкий. В общем, не знаю, что еще вам показать. В принципе, все качество очень классное. То есть, качественно, конечно, на самом деле, очень классное. Сумка сделана прямо из такого материала. А, да, внутренний отсек. Почему я взял себе эту сумку? Одна из причин. Да, потому что она держит форму. И все внутренние стенки, они идут с таким, как бы, защитным поролоном, скорее всего, внутри. Вот эта вот стенка, она идет жесткая. И она держит, за счет этой стенки держится вот этот вот каркас. И сумку, как бы, вы не раздавите. Ну, относительно, есть какая-то защита. И, в общем, потому что, допустим, вот был у меня рюкзак. Вот этот, да, мой. И неудобно то, что я, когда его открываю, полностью его открыть не получается. Он постоянно разлетается. Короче, плейно высыпается. Форму он не держит. А когда слаживаешь все оборудование, камеру, наушники, там еще какие-то приборы, вот типа вот такого, которые требуют нежного отношения к ним, все это и думаешь, чем ты что-то положить под низ, чтобы не раздавить. Как бы, да, вот, рюкзак мне, в общем-то, уже надоел. И вот решил себе взять такую сумочку. Ну, в общем, зацените. Сейчас я попробую снять хорошие кадры. Буду вставлять их в ролик. В общем, бывает двух цветов. Черный и вот такой вот кордура вроде бы. Но на фотографиях, на сайте 5.11, он выглядит гораздо светлее. На самом деле, он такой, вот этот цвет мне пришел, он такой более темный, более темный. Вот. В принципе, за спину можно так, бац. Бац, и вот. Ну что, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok